Транс Аэра прекратила полеты. По информации РИА Новости, ее долги составили около 250 миллиардов рублей. До 15 декабря осталось перевезти чуть более 100 тысяч пассажиров с забронированными билетами на рейсы этой авиакомпании. Как обстоят дела на рынке авиаперевозок в Хабаровске и чего ждать дальневосточникам? Разбиралась Наталья Приходько. Полет окончен. Сертификат компании Транс Аэра по решению Росавиации аннулирован с 26 октября. И шумиха не стихает. Людей перевозят несколько компаний. Однако 4 дополнительных рейса. Ситуацию не спасают. И в итоге мы имеем то, что имеем. Путешествие из Хабаровска в Москву едва ли не золотое по своей стоимости. Все билеты эконом-класса без пересадок раскуплены на месяц вперед. Правда, имеются места в салоне повышенной комфортности. Иначе говоря, бизнес-класса. Цена такого билета начинается от 70 тысяч рублей. Но согласно предложениям интернет-сервисов, есть еще один вариант. Пересадочные рейсы. Иными словами, попасть в столицу вы сможете, внимание, через 25, а то и 40 часов. Пересадки в Новосибирске, Иркутске и Благовещенске. Но и здесь цена кусается. На старте 29 тысяч рублей и далее по накатанной. Вот что нам рассказали те, кто ожидает рейса. Купил я трансаэро, стоил билет 11 тысяч, а лечу и аэроплотом. Ну да. Они нашли как-то за 10 в одну сторону. А вы назад тоже будете? Да, набрала уже назад на 13 ноября. Какая стоимость? Ну 24 туда обратно. Неделю назад дали авиатраст 35 тысяч. Я купила в одну сторону за 32 тысячи. А сейчас, когда брала назад, брала и за 10, и самый дешевый 27 тысяч был. 27 тысячи. Причем я смотрела накануне, вот буквально вечером, стоили все по 11. На следующий день уже выхожу брать, они все 27, а еще на следующий день уже все 66. Тенденцию можно объяснить и тем, что 26 октября пассажирские перевозки переведены на зимнее расписание. Таким образом, сейчас вместо двух рейсов аэрофлот осуществляет один. Кроме того, недавно стало известно, что на рынке объявится еще один участник. Введены с 29 числа три рейса Вимавиа, это из Домодедова. Но они все равно не решат ситуацию, и билеты там не дешевые. В одну сторону минимальный тариф 24 тысячи. Ну вот, это не спасает нас. Требуется дополнительно еще хотя бы меньший борт. Напомним, продажи билетов Трансайра остановили с 1 октября. Заодно компанию отключили от глобальных систем бронирования. Согласно данным Роспотребнадзора, на тот момент на руках у пассажиров находились 650 тысяч билетов на рейсы по России и за рубеж. В меньшей степени проблема коснулась дальневосточников. Ведь основная масса туристов отдала свое предпочтение азиатским странам, Таиланду и Вьетнаму, куда летает чартер. Без переживания обошлись и те, кто отправлялся в Египет и Турцию через Москву. У нас планировал через Москву, это либо визовые страны, соответственно, за месяц это открытие визы, и билеты еще были заблаговременно приобретены. Авиакомпания «Аэрофлот» наших туристов вывезла, поэтому сильно не заметили ситуацию как-то, но переживаем, что дальнейшие тарифы на Москву и так далее, вероятно, вырастут. Насколько вырастут, никто сказать не берется. По крайней мере, в декабре стоимость билета из Хабаровска в столицу обойдется в сумму от 18 тысяч рублей. Наталья Приходько, Дмитрий Комков для программы «Настоящее время».